Всем привет! В этом видео вы узнаете о способах ловли рыбы и особенностях рыбалки в игре Green Hell. Погнали! В Green Hell на самом деле немного способов поймать рыбу, но те способы, которые существуют, их вполне хватает. Разделим рыбалку в Green Hell на два вида. Первый вид это с вашим участием при помощи удочки, копья или лука. И второй вид без вашего участия при помощи таких построек, как садок из палок, садок с удочкой и ловушки для креветок. Начнем с первого вида, а именно когда рыбачите именно вы. Как я уже сказал, здесь есть три варианта с помощью копья, удочки или же выстрелом из лука. Как ловить рыбу копьем? Во-первых, нужно само копье. Подойдет любое, даже из обычной длинной палки. Просто положите ее на камень для крафта и сделайте копье. Далее, вам нужно найти реку или водоем, в котором водится рыба. Не рекомендую выбирать места, где водятся пираньи. Их вы можете узнать по красному брюху, даже сквозь мутную воду и хорошо будет видно. Осмотритесь перед тем, как начинать рыбачить, так как пираньи могут вас кусать и наносить травмы. В небезопасной воде пираньи не водятся, поэтому тут вы можете быть спокойны. Итак, чтобы поймать рыбу, вам надо либо метнуть в нее копье и попасть, либо же просто ударить. Здесь важно пояснить. Есть два вида удара. Это быстрый удар, который чаще всего используется в борьбе с аборигенами или хищниками. И прицельный удар. Чтобы выполнить прицельный удар, вам надо зажать левую кнопку мыши и держать ее. После того, как отпустите, будет произведен удар. И тот и другой подходит для ловли. Но я все-таки чаще пользуюсь прицельным, так как сначала надо подождать, пока рыба к вам подплывет. В это время как раз я целюсь, жду пока сведется прицел и готовлюсь к атаке. Чтобы метнуть копье, зажмите колесико мыши. Персонаж начнет целиться. Отпустите и оно полетит. Казалось бы просто. Либо бей, либо метни и попади по рыбе. Но на самом деле в рыбалке с копьем есть свои нюансы. Дело в том, что в игре существуют навыки, которые вы можете прокачивать, выполняя определенные действия. Со всеми вы можете ознакомиться в записной книжке. Нас же интересуют именно те, что относятся к рыбалке. Это навыки под названием рыболовство. Это для рыбалки с удочкой. Об этом чуть позже. И рыболовство с копьем. Как можно понять по названию, именно он прокачивается, когда вы рыбачите с копьем. Плюс этого навыка в том, что прицеливание и атака будут быстрее. Но вот в чем нюанс. Если вы метаете копье, то этот навык не прокачивается. Только если вы ловите рыбу в ближнем бою, причем независимо от варианта удара, вы будете прокачивать навык рыболовства с копьем. Поэтому рекомендую ловить рыбу именно таким образом. За каждую удачную попытку поймать рыбу, у вас будет прибавляться одна единица навыка. Максимум 100 единиц. Но в метании тоже есть свои плюсы. Во-первых, у вас может прокачиваться навык копья. А во-вторых, если рыба не рядом с вами, то ударом ее не достать, а поймать ее это единственный шанс выжить, тогда метнуть копье будет самым верным вариантом. Выбирайте по ситуации. Рыбалка при помощи удочки. Чтобы сделать удочку, вам нужны такие материалы, как длинная палка, ореховая скорлупа, веревка и два пера. Есть бамбуковые варианты, где обычную длинную палку заменяете на длинную бамбуковую палку. Два пера вы можете добыть у птиц. Будьте внимательны, часто их тушки можно обнаружить на земле. Также перья могут быть в гнездах и у аборигенов. Орех же можно найти у этого большого дерева. На этом же дереве растут синие грибы. И именно тут вы в сюжетном режиме собираете лианы для напитка. Но орех может быть не у каждого дерева. Благо, таких на острове много, поэтому один орех вы уж точно сможете найти. Просто нажимаете добыть и получаете скорлупу. Если впервые делаете удочку, то в вашу записную книжку добавятся новые записи. А именно, будет запись о том, как сделать удочку, если вы вдруг забудете. Также узнаете, как сделать садок с удочкой. О нем поговорим чуть позже. Кстати, учитывайте, что запись о том или ином крафте добавляется в том случае, если вещь, которую вы скрафтили, окажется у вас в рюкзаке. То есть, если вы сделали удочку, но в рюкзак она не вмещается, и вы ее просто положили рядом, то записи не будет. Важно, чтобы удочка оказалась у вас в рюкзаке. Это относится ко всем предметам, но кроме построек. Как вы понимаете, их в рюкзак вы не положите. Постройки добавляются в записную книжку, либо после того, как вы сделали какой-то предмет, и этот предмет используется в постройке, как садок с удочкой, либо же, если вы обнаружите этот предмет на локации. После того, как вы сделали удочку, вам нужно сделать крючок. Для этого вам нужна либо костяная игла, либо рыбья кость. Костяную иглу вы добываете из костей. Кости вы можете добыть у таких животных, как капибара, пекари и топир. Это мирные животные. Из хищников это черный кайман, пума и ягуар. А также у аборигенов. Рыбьи кости непосредственно у рыб. Итак, у вас есть костяная игла или рыбья кость. Кидаете что-то из этого на камень для крафта и делаете крючок. Осталось его привязать к удочке. Для этого возьмите удочку в руки, откройте рюкзак, перетащите крючок, как показано на видео. Вот и все. Удочка полностью готова к рыбалке. Теперь осталось достать наживку, потому что без нее ловить рыбу гиблое дело. Итак, наживкой могут стать оранжевые грибы, при этом они не должны быть испорчены, личинки, их вы можете обнаружить у трупов мертвых животных и добыть из испорченного мяса, гусеницы, их надо искать вот на таких пнях, а также добываются из испорченных фруктов. И бразильские орехи, которые собственно добываются из тех же орехов, что и скорлупа. Насаживайте вашу приманку на крючок, далее подходите к водоему или реке и левой кнопкой мыши делайте заброс, при этом прицел наводите на воду, потому что если он будет выше, то попытка забросить будет неудачной. Теперь осталось только ждать. Это игра на реакцию. Поплывком тут выступают как раз те два пера, которые нужны для изготовления. Внимательно за ним следите. Как только он уйдет под воду, вам надо нажать еще раз на левую кнопку мыши, чтобы поймать рыбу. Действовать надо максимально быстро, потому что рыба довольно шустро соскочит с крючка и есть вариант еще остаться без наживки, а то и крючка в целом. При ловле удочкой у вас повышается навык под названием рыболовство. За одну пойманную рыбу прибавляется единица навыка. При прокачивании этого навыка рыба будет дольше оставаться на крючке, то есть у вас будет больше времени, чтобы среагировать и поймать ее. Также важно знать, что у удочки есть показатель прочности, то есть она не бесконечная. Еще расскажу про нюанс, который я заметил при ловле рыбы. Дело в том, что в местах, где водится пиранье, ни на одну из наживок я не мог ничего поймать, кроме гусеницы. То есть только на гусеницу что-то клевало, а на остальные наживки нет. При этом в той же грязной воде, но там, где пираньи нет, все отлично клюет и ловится. Здесь также поясню, что к садку с удочкой это не относится. Это относится только к варианту, когда вы держите удочку в руках. Это довольно странно, и возможно даже это баг, а возможно задумка игры. Но знайте, что такое есть, поэтому там, где водится пиранье, гусеницы будут отличной наживкой. Теперь про лук. Дело в том, что в Гринхелл действительно выстрелом из лука можно убить рыбу. Ну и соответственно, потом ее подобрать и делать с ней что пожелаете. Для создания самого простого лука вам потребуется длинная палка либо длинная бамбуковая палка или она, то есть веревка. Самая простая стрела делается с помощью маленькой палки и двух перьев. Собственно, чтобы произвести выстрел, вам надо зажать левую кнопку мыши. Далее у вас будет сильно трясти прицел. Чтобы снизить тряску, зажмите левый шип. Это существенно снизит ее, однако в этот момент у вас начинает тратиться энергия. После того, как энергия закончится, временно вы не сможете натянуть тетиву. Поэтому действовать надо быстро. Чтобы произвести выстрел, отпустите левую кнопку мыши и стрела полетит. Ну а дальше, если вы попали, подходите, забирайте рыбу и не забудьте стрелу. Вот что важно понять. Конечно же, в этот момент никакие рыболовные навыки не прокачиваются. Однако прокачивается навык стрельбы из лука. Да, то есть, если вы попали по рыбе, то прокачивайте навык. Однако, я бы не сказал, что это действительно эффективный способ именно при ловле рыбы. Есть шанс, что вы потеряете стрелу. Прежде чем перейти к следующему виду рыбалки, а именно без вашего участия, давайте подведем итог. Из трех видов рыбалки с вашим участием, самым эффективным, я считаю, ловлю рыбы с копьем. Причем не метать, а ловить при помощи ударов ближнего боя. Объясню почему. Во-первых, копье универсальный предмет. Это и оружие, и инструмент, при помощи которого можно ловить рыбу. При этом удочка оружием не является, но занимает слот. Удочкой от хищников и аборигенов не отобьешься. А вот если этот слот будет занимать дополнительное копье, то это будет куда лучше и безопаснее. Удочкой я люблю пользоваться, когда нечем заняться и просто хочется наслаждаться видами игры, спокойно рыбачить и слушать, как трещат дрова в костре. Это действительно атмосферно. Про лук и сказать нечего. Я не рекомендую его использовать в рыбалке. И стрел больше сохраните, да и навыки рыбалки прокачаете. Теперь давайте разберемся, как ловить рыбу без вашего участия. Как я уже сказал, в этом нам помогут садок из палок, большой садок из палок, садок с удочкой и ловушка для креветок. Начнем с садка с удочкой. Чертеж на данную постройку откроется, как только удочка окажется у вас в инвентаре. Для изготовления садка потребуется два бревна, одна длинная палка, четыре веревки и две коротких палки. Для данной конструкции также необходима наживка. Да, тут она обязательно, иначе вы ничего не поймаете. Принцип действия такой же, как и с обычной удочкой. Только здесь от вас не потребуется каких-то действий. То есть просто насаживайте наживку и можете заниматься своими делами. Данный механизм сам поймает рыбу. Далее вам нужно просто снять ее с крючка, перезарядить садок, опять насадить наживку и так по кругу. Здесь тоже есть прикольный момент. Если, например, при снятии рыбы с крючка у вас нет места в инвентаре, то рыба упадет на землю и будет как будто плавать. Вы также можете забрать ее и она будет некоторое время плавать у вас в рюкзаке. Помните, я говорил про то, что там, где водится пиранье, только на гусеницу я смог что-то поймать. Так вот, я подчеркиваю еще раз, к садку это не относится. В данном случае используйте любую наживку. Маленький садок и большой садок. Посмотрите координаты, где вы можете найти садок, чтобы его чертеж добавился в вашу записную книжку. Для маленького садка потребуется 27 обычных палок, для большого 50 палок. Собственно, выбирайте его в вашей записной книжке и начинайте строить. Здесь нет чего-то сложного. Вам вообще ничего делать не надо. Вот построили садок и можете идти гулять. Рыба сама туда попадется. Но, естественно, как вы понимаете, место для садка надо выбирать такое, чтобы там водилась рыба, а не пустой какой-то водоем. Да, в садок можно добавить наживку, но это совсем не обязательно. Рыба и без этого замечательно туда попадает. Также плюсом является то, что рыба остается живой. То есть вам не обязательно ее забирать в рюкзак. Маленький садок в себя вмещает только одну рыбу. Также в маленький садок не влезет большая рыба. Например, такая, как аравана. Большой садок вмещает две рыбы. Из минусов, как вы уже могли понять, это большое количество ресурсов. 50 палок это немало. Большой садок я рекомендую строить в том случае, если у вас есть основная база. То есть вы не как я гуляете по всему острову, а где-то конкретно обосновываетесь и выживаете. Ну и садок для креветок. Вот координаты, где его можно изучить. Здесь, кстати, и удочка тоже есть. И можете полюбоваться анакондой. Наверное, самое знаменитое место в Гринхелл. Еще тут много кайманов, будьте аккуратнее. Вам потребуется одно бамбуковое бревно и две веревки. Строите садок и можете гулять. Через некоторое время креветки окажутся в садке, если, конечно, они водятся там, где вы их ловите. Кстати, их можно есть даже сырыми, но они дают всего 7 единиц протеина в сыром виде, что, конечно же, мало. Лучше их приготовить. Итак, подведем итоги. Большой и маленький садок для рыбы это все-таки больше для баз, где вы задерживаетесь на продолжительное время. Во время привала рыбу можно ловить копьем или удочкой. Попробовать стоит, конечно, все способы ловли, но выбирайте по ситуации. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всего хорошего, скоро увидимся и всем пока!